Каких-то несколько месяцев назад мало кто представлял, какой будет жизнь сегодня. И, конечно же, главный вопрос, который интересует большинство жителей этой планеты, сколько всё это продлится и сможем ли мы вернуться к прежней жизни. Своё мнение по этому поводу выражает экстрасенс Василия Ганеева. Надо понимать, что это такое и насколько долго оно продлится, чтобы не строить каких-то план, скажем, радужных, и чтобы потом не расстраиваться из-за этого. Потому что это серьёзно. Я вижу, что вакцина от этого будет создана в конце 2021 года. В конце 2021 года она будет создана не у нас. И вот уже к лету 2022 года уже эта история может закончиться. То есть уже за полгода начнётся это лечение и всё, и всё, и всё. И вот после этого уже и начнётся, скажем, вернётся та жизнь, которая у нас была до этого. То есть откроется там. Потому что многие думают, что сейчас буквально три месяца, и мы уже будем на пляжах все лежать, загорать. Я просто это слушаю и понимаю, что это абсурд. Это абсурд. То есть если смотреть ситуацию, которая сейчас у нас на Урале, она у нас не критичная на самом деле. Она и дальше у нас будет некритичная. Там будет некоторое, скажем, ну чуть повышение, чуть снижение. Но она в целом будет приемлемая для нас. Но это не значит, что мы сможем гулять везде, на озёрах лежать. Вот это вот оно не будет. Оно будет всё равно, будут ограничения с этим связаны. И это будет продолжаться, пока не будет создана вакцина. Я вижу некоторые периоды улучшения. То есть, например, в июле этого года будет улучшение. Будет улучшение и в Москве улучшение, и у нас будет хорошее улучшение. Но потом опять будет спад в эту сторону, потому что опять пойдёт сезон к осени, и опять вот этот вирус, он опять будет брать вверх. Москва — это такой город, в котором, да, понятно, большое количество людей. И вот эта ситуация, она, между прочим, очень хорошо показала их отношения друг к другу. Заметьте, да? То есть они друг друга не уважают, они друг за друга не переживают. Им всё равно друг на друга, вы понимаете, да? Поэтому они и ходили, и шашлыки ели, и друг к другу обнимались, и всё-всё что угодно. Вот они сейчас получили вот это вот, вы понимаете? То есть это и есть ответ на их отношения друг к другу. Им всё равно на других. А он умрёт, ну и пусть он умрёт, понимаете? А меня это не коснётся. Да нет. То есть тут как раз вот эпидемия, она учит тому, чтобы других вот видеть, других понимать, других как бы жалеть в конце концов, а не только себя, вы понимаете? И вот это как раз, мне кажется, важно. Вот именно вот это, чтобы каждый был сознательным. И мне в какой-то степени приятно, что у нас на Урале народ не такой, что мы всё-таки пытаемся всё это соблюдать и уважаем друг друга. Это же есть уважение друг к другу, что вот мы не пытаемся, то есть мы пытаемся друг друга уберечь просто-напросто от заболевания. А это хорошо, это хороший признак, это значит, что мы хорошие люди. Данная ситуация, как и любой кризис, это время переоценки ценностей, новых мыслей и новых возможностей. С точки зрения эзотерики, это ещё и необходимость разностороннего анализа своей жизни и своих поступков. Есть ещё такую ситуацию, скажем, которую сейчас предстоит нам пережить в июне месяце. У нас будет кризис в стране. Причём кризис будет колоссальный. Вот это будет посерьёзней, на мой взгляд, чем вот эта эпидемия. Потому что последствия будут вот этих всех остановок производства. Это скажется. И вот именно вот это будет переживаться страшнее народом, чем само заболевание. Надо научиться жить и в этих условиях. То есть, да, скоро у нас годовщина Великой Отечественной войны. Но ведь люди тогда жили, да, и они тоже жили, и они верили. И сейчас ситуация тоже непростая. Непростая, но надо научиться и в ней жить. Эта эпидемия — это следствие того, что люди живут неправильно. Что они занимаются потреблением, они не обращают внимания на других, живут ради себя, грешат много. Ну вот элементарно, да. И это некоторое вот такое вот нам, теперь вот такое вот нам испытание зато. Во-вторых, некоторая идёт чистка общества. Некоторое сознание у многих может поменяться. У многих может поменяться в сторону семьи хорошее изменение. Чтобы мы ценили больше близких, ценили больше мам, ценили больше детей, да, там, семью, там, мужей, жён, там, в конце концов, да. Вот это, мне кажется, нам пытаются всё донести, чтобы мы были сплочённее, чтобы мы… и вот тогда и будет легче. Вот что мы не каждый сам по себе, как вот нам раньше преподносили, а мы должны быть всё-таки больше, ближе друг к другу, тогда оно и будет легче. Продолжение следует...